Привет, это Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны. По поводу Димы Иванова много чего могу сказать. Я, в конце концов, с ним просидел целую неделю в Сахарово. В 2021 году, когда были протесты, мы оказались в одном автозаке. Вообще был удивительный либерализм Сахарова. Но так получилось, что мы друг друга знали, не лично, а по сети. Я знал, что он видел протест на МГУ, он знал меня как главным редактором Медиазоны. Поскольку был либерализм, нам разрешили, там был большой хаос, разрешили сидеть в одной камере, и мы вот сидели в одной камере первую неделю после того, как нас специально расселили. Дима Иванов сидел на сутках уже раз пятый или шестой. В общем, он был сам опытным, что у нас в камере. Имеется в виду, знал, как себя вести, знал, что требовать, что не требовать. Первое, что делал Дима Иванов, он установил связь с соседями у нас по камере. Причем у нас была довольно неприятная ситуация с точки зрения соседства, неприятная для нас, потому что пришел начальник колонии, сказал вот этих поселить конкретно вот в эту камеру. То есть в 338 на третьем этаже. А там уже сидел человек, причем сидел, как мы потом выяснили, давно, целый год. Его переселили соседние. Он был, кстати, этим очень недоволен, потому что у него в той камере, куда нас заселили, был плюс-минус налажен быт. И, конечно, ему было неприятно. Он им 15 с недовольным лицом переносил вещи в соседнюю камеру. Впрочем, Дима Иванов очень быстро наладил с ним связь. Там была такая труба, он спросил его, как дела, они поговорили. В общем, мы, поскольку были только что, заехали, что называется, у нас были там и сигареты, и орешки. Тем более, Дмитрий Муратов, а позже нам привез довольно много и сигареты, и орехов, и шоколада. И мы поделились с соседом, начали с ним общаться. Потом Дима Иванов спросил, слушай, а как ты вообще, как у тебя связь с родными? Есть, нет связи с родными? Тот сказал, ну, есть. Я вот через охранников, знакомых, поскольку уже год сижу, заряжаю, телефон. Дима Иванов такой, так, 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 телефон, очень здорово, очень круто. А ты нам можешь зарядить пауэрбанк? И тот такой, ну да, без проблем. В итоге Дима Иванов договорился, что нам целую неделю заряжали телефон. Это было очень большое достижение. Все видео и фотографии, которые Дима опубликовал, вообще все мы опубликовали, это благодаря тому, что он договорился с соседом по камере. И мы целую неделю заряжали телефон к очень большому недовольству сотрудников Сахарова и всех ментов, которые там собрались. И в итоге нас расселили. Был большой такой шумный шмон. А потом нас всех расселили, лично обыскивали, по разным камерам распихали. Там Диму Иванова попрессовали. И там сильнее всех, когда нас увели с прогулки, совершенно незаконно. Так что Дима Иванов был самым опытным и так быстро очень умел со всеми договариваться. В этом отношении я надеюсь, у него все будет хорошо. Очень трудно так говорить об огромном сроке, но он умеет налаживать контакт с другими людьми. И это видно, кстати, по его последнему посту в телеграм-канале. Хочу на него обратить внимание. Это второе, что я хотел о нем очень подробно сказать. Потому что Дима Иванов получил 8,5 лет. Ну, совершенно грандиозный срок. В общем, что делает человек, получив такой грандиозный срок? Наверное, рефлексирует, пишет об этом, переживает. И понятно, что первый пост в его канале, который он передал, логично должен был быть о таком огромном сроке, как у него. 8,5 лет для парня, которому 23 года всего лишь. Так вот, Дима Иванов, тем не менее, пишет про других людей, с которыми он пересекался, которые сидят по политическим статьям. И призывает им писать письма. Это тоже очень показательно, что Дима Иванов показывает. У меня все нормально. Есть люди, которые гораздо больше нуждаются в поддержке. И, пожалуйста, помогайте им. Мне кажется, это очень такой показательный момент. Ну, равно как и поведение Димы в суде. Дима не отрицал о том, что именно он писал посты. О том, что он против войны. О том, что надо говорить правду. И, мне кажется, именно в этом во всем Дима Иванов. Свобода Диме. Как можно быстрее, надеюсь, с ним увидится в реальной жизни. Конечно, хотелось бы это сделать в Москве. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok